До отправки меньше часа. На территории одного из судостроительных заводов Самары машину с гуманитарной помощью продолжают загружать. В багажнике десятки прочно упакованных коробок. В них продукты, которым жители Луганска будут особенно рады. Мука, макароны, черный чай, сгущенка и конфеты. Родион Светличнов уже не впервые отправляется в рейс. Признается, неравнодушных нет. Тоже поеду. Я буду, наверное, шестой раз или седьмой раз. У ВДВ есть один из девизов «Своих не бросаем», но мне кажется, что русские своих не бросают во всех ситуациях. Я думаю, что это стал девизом уже не ВДВ, а всеобщим народным. В сборе и отправке гуманитарного груза принял участие и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Я абсолютно убежден, что те, кто получали уже наши гуманитарные посылки, они тепло, сердец самарцев, жителей других регионов, которые собирали эти грузы, конечно же, почувствуют и еще раз для себя поймут, как важно быть частью одной большой семьи. Организаторы отметили, это уже не первый случай, когда человеческое неравнодушие можно взвесить в тоннах. Сбор необходимого будет продолжен. Мы все понимаем, как там на месте, тем более зима сейчас, холодно, да, если у нас здесь минус 26, то там, конечно, чуть теплее, не у всех есть отопление, не у всех есть продукты, не у всех есть деньги, чтобы покупать эти продукты. Для нас это очень важно, мы не просто сочувствуем, мы деятельно участвуем и готовы и дальше это делать. Загружают посылки волонтеры и неравнодушные жители Куйбышевского района. Сейчас они всеми силами помогают мирному населению во имя Великой Победы. Давайте передавать друг другу. Для нас это также сближение с народом, нуждающимся в помощи. Это шаг к победе, так скажем. Мы все надеемся, что мы скоро все это завершим, все это закончится и мы все будем праздновать, жить мирно, одной страной. Впереди более тысячи километров пути. Планируется, что уже завтра вечером жители Луганска получат помощь, которую так ждут. Ксения Баканова, Максим Гусев, События.